Впереди у детей три месяца лета, а значит времени для игр хоть отбавляй. Вопрос, чем занять ребенка, актуальный как никогда. Родителям важно, чтобы игры принесли пользу как умственному и эмоциональному, так и физическому развитию чада. Но, конечно, большинство детей сразу хватается за гаджеты. Справедливости ради психологи подчеркивают, что пара плюсов от видеоигр все же есть. Там даются интеллектуальные задачки, которые не всегда можно сделать просто в таком формате. И когда ребенок становится старше, игры становятся сложнее. Безусловно, появляется возможность контактировать на разных языках. Не зря же устраиваются целые чемпионаты по компьютерным играм. Дети, которые осваивают компьютерные игры, с удовольствием идут в робототехнику. Они умеют программировать. Впрочем, с родителей ответственности это не снимает. Прежде чем оставить ребенка наедине с компьютером или телефоном, нужно убедиться, что игра, которой он увлечен, не содержит жестоких сцен. Игры, в которых главный герой бессмертен, тоже лучше исключить. Психологи советуют установить четкие временные рамки. Не более двух часов в день перед монитором. И лучше следить за его поведением. Если ребенок стал агрессивным, это сигнал, что наступила зависимость. Чем продолжительнее время, тем мы лишаем гармоничного функционирования человека в этом мире. Он забирает свободное время, отведенное ему на непосредственные взаимодействия с окружающими, на физические упражнения, на спорт и так далее. То есть на искусство. И он становится просто ограниченным. Когда я показываю зеленый, вы бегаете по комнате. Как только я показываю желтый, вы ходите. Спокойно ходите по комнате. Красный что означает? Остановиться. Да, правильно. Лето без гаджетов. С таким девизом начала свой авторский проект Вилья Фиоткулова. Оформилась как самозанятая и открыла летний мини-лагерь. Ключевая цель – отвлечь внимание детей от виртуального мира. Помогают игры. Делятся отлично заходят подросткам, крокодил, активити, игра в слова, угадай мелодию, твистер, дженго и старые добрые шахматы и шашки. Вся наша жизнь игра. Очень много игр. И для школьников, и для подростков. Игра – это настольные игры, монополию. Это увлекательно. И в мяч тоже многие подростки. Я считаю, что игра очень важна для развития детей. И рекомендую играть именно родителям с детьми, потому что это сплачивает. Детки начинают доверять. Не стоит забывать и про игры на свежем воздухе. Можно погонять мяч или устроить заезды на велосипеде, самокате, роликах. Главное – помнить ПДД. А еще неплохо бы вспомнить командные игры, которые когда-то объединяли детей всего двора. Это казаки-разбойники, светофор, классики, вышибалы, резиночка, прятки, салочки, жмурки. Список можно продолжать до бесконечности. Тут главная ваша фантазия. Очень много сборников игр. Спортивные игры вообще на свежем воздухе. Помогают развиваться физически, помогают хорошо дышать, улучшается кровообращение в голове. Но помимо физического развития, конечно же, не стоит забывать о том, что дворовые игры командные. Это прежде всего общение детей друг с другом, живое общение. Дворовые игры развивают навыки коммуникации, помогают ребенку прочувствовать нормы и ценности культуры, найти друзей, развить быстроту реакции, ловкость, смекалку и выносливость. В Самаре этим летом запущена целая программа, призванная возродить традицию дворовых игр. На разных детских площадках внутри дворов будут проводиться эстафеты и игры с участием педагогов Центра экологии детства. Если в вашем дворе зазвучала музыка, значит игры пришли и к вам. Присоединяйтесь. Гульфия Сафин и Максим Гусев. События.